Вопрос прокомментируйте, пожалуйста. С удовольствием, уже много раз говорил, на самом деле. Смотрите, ведь к чему приведет дефолт США? Или, скажем так, любое отрицательное событие в экономике, либо на долговых рынках? Существенно отрицательное. Ну, существенно отрицательное. Не Мичиганский индекс, да? Да, ну, для экономистов. Ведь надо понимать, что, смотрите, порядка 80% мирового долга и обязательств, оно в долларах. Да, когда вы берете либо в долг в долларах, либо вас финансирует, скажем, вы хедж-фонд, вас финансирует, либо Goldman Sachs, либо GDP Morgan, либо Citi и тому подобное, вы занимаете эффективно короткую позицию по доллару. Вот, скажем, вас профинансировали там процент по долларам, да, с плечом, скажем, с роковым. Вы пошли, купили акции Газпрома. Вы конвертировали доллар в рубли, купили замечательные акции Газпрома. Вот они замечательно росли, там 360, 400 вам говорили, было все классно. Потом, опаньки, они на 200, а вы их покупали по 300. У вас наступает margin call. Вам звонят из банка, говорят, голубчик, либо внесите обеспечение, либо нам придется закрывать вашу позицию. Когда происходит предъявительное закрытие позиций, то вам нужно вернуть те доллары, которыми вас финансировали. То есть, у вас наступает short squeeze по доллару. Вы продаете рубль, уходите обратно в доллары, пытаетесь вернуть там остатки или что-то, чтобы вас не посадили, скажем, тому же банку JP Morgan. Вот и все, это такая стандартная динамика. Рассмотрим дефолт. Предположим, США обговорят дефолт. Это значит что? Пусть даже технический дефолт, для начала. Это значит следующее, что все эти облигации, которые попадают под технический дефолт, они находятся у кого-то в обеспечении чего-то. Значит, этого обеспечения больше нет, нужны доллары. Дальше. Если идет, и эта схема начинает такую свою пропагацию по всей, то есть она начинает распространяться по всей банковской системе. Потому что это заложено еще у кого-то, у кого-то на это проданы кредит дефолт, свапс, еще что-то, и вот эта вся штука начинает схлопываться. То есть, на это схлопывание, как вы правильно отметили, наступает такая жуткая потребность на доллары. Потому что формально вам нужно продавать весь портфель, который инвестирован, скажем, по всему миру, во всех остальных валютах, и идти в доллары, чтобы, пардон, прикрыть свою пятую точку. Вот банальная система, да? Но изначально возможно, возможно, конечно, давление на доллар, потому что это будет такая эмоциональная реакция, будут выходить все на экран и говорить, но мы же говорили, США же банкроты. И продавят доллар, может быть, чуть-чуть. Ну, буквально, я думаю, что через 2-3 дня, когда у банков начнутся проблемы с ликвидностью и межбанк просто встанет, вот тогда доллар действительно испытает хорошее, мощное движение куда-нибудь на Луну. Ну, понимаете, что значит правительство США перестанет, скажем, выплачивать пенсии, соцпособия, пенсии ветеранам и тому подобное. Это как у нас, получается, да, ситуация в 90-х годах? Ну, в общем-то, разница-то по большому счету небольшая. Вроде богатейшая страна, согласно последним данным, где-то последним опросом, 59% американцев не могут себе позволить удар по бюджету в 2000 долларов. Что 2000 долларов? Есть у вас там какой-нибудь Линкольн или Кадиллак, что-нибудь такое. Это стоимость замены автоматической трансмиссии. Вот такой расходности позволить не могут. Это будет удар по их финансовому положению. Потому что люди в зол все время живут, естественно, на пределах. Вот, и если вы еще начнете, скажем так, зажимать выплаты, то есть будете делать, как греки, сокращать социальные расходы, ну, где-то, может, рванет. Потому что, конечно, очень хорошо говорить о том, что в Чикаго, в Нью-Йорке, в том же замечательном Л.А. или Сан-Франциско нет ношения оружия, и народ какой-то более-менее оболваненный. То вот, насколько я знаю, в том же, как они говорят, католическом поясе, или в Техасе, ну, народ вооружен, и, в общем-то, последствия могут быть очень интересны, если они этим будут заниматься. Поэтому, конечно, никто на это не пойдет. Никто. Хорошо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый день, господа.